добрый день друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут юлия и сегодня в этом видео я хочу вам предложить приготовить 5 блюд для своей семьи я делюсь с вами только теми блюдами которые любят в моей семье вы же конечно же можете все подстраивать под предпочтение вашей семьи но какие-то может быть идеи вы возьмете себе на заметку и это видео будет как мотивационная для вас но ни в коем случае не обучающие так что если интересно оставайтесь на канале и мы начинаем предлагаю испечь вот такие замечательные луковые булочки можно использовать в качестве хлеба к первым блюдам можно использовать как бургеры это просто обалденная вкуснятина пекутся очень просто в миску выливаю теплое молоко также добавляю одну чайную ложку и половина пакетика дрожжей сухих софт момент также досыпаю муки 2 чайные ложки с горкой перемешиваю накрываю полотенцем убираю пока в тепло в это время просеиваю в чашу миксера муку добавляю к муке соль растительное масло и сахар хорошо перемешиваю в это время одну луковицу нарезаю и обжариваю на небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета вливаю подошедшую опару и продолжаю вымешивать добавляя муку далее добавляю обжаренный лук остывший снова все перемешиваю накрываю миску полотенцем и отправляю в тепло на час вот так тесто увеличивается в объеме обминаю его руками и немножечко еще поработаю с ним на столе делю тесто на равной части у меня получилось 9 булочек каждую часть скатываю вот в такой шарик в виде колобка раскладываю на противень накрываю полотенцем и убираю на расстойку после расстойки смазываю яичным желтком каждый колобок посыпаю кунжутом либо семечками льна и убираю в разогретую духовку печем так первые 10 минут 220 градусов последующие 15 минут при 180 градусах вот такие пышные булочки получаются готовлю гарнир на гарнир сегодня будет фасоль белая с капустой белокочанной очень вкусно получается одну луковицу нарезаю мелко обжариваю на растительном масле и добавляю на шинкованную капусту 500 грамм накрываю крышкой пока потушу минут пять далее я солю перчу можно добавить любые приправы которые вы любите хорошо перемешиваю у меня красная паприка молотая и также я добавляю всегда томатную пасту можно добавить свежие томаты две чайные ложки перемешиваю и теперь отправляю капусте отварную заранее фасоль здесь у меня один стакан в сыром виде ну а за зеленью отправляюсь к себе в огородик у меня петрушка которую я сеяла под зиму нарезаем мелко зелень и посыпаем нашу вкуснятину гарнир готов на горячее сегодня решила сделать вот такой аппетитный суп с фрикадельками кстати фрикадельки у меня были замороженные и бульон куриный тоже в кипящий бульон я кладу замороженные фрикадельки довожу до кипения постоянно помешивая обжариваю лук и морковь на масле далее супчик обязательно посолю и следом добавляю 4 картофельные нарезанный кубиком отправляем в суп зажарку ну и в принципе все вкусный супчик очень быстро готов добавляем лавровый лист какие-либо приправы и снова нарубленная свежая зелень вот такой красивый и вкусный у нас супчик получился из мясного сегодня будет также заготовка полуфабрикатов это мои отбивные я их достала и приготовила при температуре 190 градусов в течение 30 минут ну и конечно же десерт готовим десерт ореховые палочки уплетаются очень быстро первую очередь измельчаю в блендере орехи у меня здесь миндаль и грецкий орех в чашу блендер отправляю просеянную муку добавляю соль добавляю сахар и оставляю примерно одну столовую ложку сахара так далее добавляю замороженное сливочное масло всыпаю измельченные орехи примерно третью часть оставшуюся часть сахара смешиваю с орехами этой будет у нас обсыпка для обваливания наших палочек включаю миксер и взбиваю лопаткой до образования крошки добавляю один желток продолжаем взбивать далее прорабатываю тесто руками она очень эластичная формирую вот такой колобок и отправляю его в холодильник минут на 15-20 застилая противень пергаментной бумагой либо ковриком для выпечки и формирую вот такие палочки каждую из них обваливаю сначала в молоке а затем уже в орехово-сахарной посыпки и раскладываем на противень выпекаем ореховые палочки при температуре 180 градусов примерно 15 минут очень вкусные готовятся быстро просто тают во рту обязательно приготовьте я думаю что вам они очень понравятся вот такое меню у меня на сегодня 5 блюд и сколько много вкуснятины я надеюсь вам понравилось данное видео спасибо что посмотрели обязательно заглядывайте в instagram там я публикую короткие ролики рецептов очень удобно сохранять к себе в закладке и не потерять так что жду вас здесь на ю тубе в подписчиках и жду вас в инстаграм всем пока пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok